Уникальный эксперимент в формате театральной лаборатории провели в Ульяновском молодежном театре имени Александрова. Это часть большого проекта «Пушкин в молодежном». Он посвящен празднованию в этом году 225-летия со дня рождения великого русского поэта, писателя Александра Сергеевича Пушкина. Эта лаборатория, она поставлена по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Выбрано три произведения – «Медный всадник», «Станционный смотритель» и «Дубровский». То есть по мотивам этих произведений поставлены эскизы спектаклей, которые потом, впоследствии, к дню рождения Пушкина, возможно, могут войти в репертуар театра и стать событием уже к юбилею Александра Сергеевича в июне. В лаборатории, организованной Ульяновским молодежным театром совместно с Российским институтом театрального искусства ГИТИС и Ульяновским государственным университетом, принимали участие артисты театра, студенты УЛГУ, студенты выпускного курса режиссерского факультета ГИТИСа. Иван Орлов, Александр Циреня и Иван Шалаев стали постановщиками театральных эскизов. Глаз лег на станционного смотрителя и захотелось поговорить про страхи, захотелось поговорить про ограниченность, которая есть в этой повести, про смелость, про огромную смелость человека, про его раскрепощение, про его независимость, становление независимым. Результат эксперимента вместе с художественным советом молодежного театра оценила приглашенный эксперт, магистрантка театровического факультета ГИТИСа Елизавета Боровикова. Я считаю, что театральные лаборатории в принципе очень нужны не только молодежи, но и театрам в первую очередь, потому что это возможность развиваться, возможность знакомиться с новыми молодыми режиссерами. А для молодых режиссеров это опыт, огромный опыт работы и в репертуарном театре, и с новыми артистами, которых они до этого не видели. В перерывах между показами эскизов фойе и кафе театра можно было увидеть самого Пушкина во фраке. Причем ни одного. Двойники поэта всегда были при деле. Один мыл посуду, второй гладил белье, третий мыл полы. Но кому это все делать? Конечно, Пушкину. Только ему все под силу. На один день и стены в театре преобразились. Портреты актеров превратились в портреты Пушкина. А любимые строки из пушкинских стихотворений напоминали таблички на столике около входа. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.